здравствуйте мои дорогие друзья на улице холодно совсем уже зима на носу зимой видео наверное на улице я уже снимать не буду потому что телефон у меня не будет выдерживать холода все перенесется в помещение а сегодня такое будет коротенькое коротенькое видео на дереве я вам покажу как правильно срезать ветки деревьев как правильно обрезать или спиливать ветки при обрезке я вам покажу на примере вот этой груши ну во первых среза мы делаем на годичном приросте как находить годичный прирост и как правильно укорачивать его я снимала очень подробный сюжет ссылочку на него я сделаю в комментарии а сейчас коротко просто напомню годичный прирост мы обрезаем на четверть на треть или на половину и это зависит от побега образующей способности сорта теперь многие слышали и наверное знают как это делается но я об этом тоже расскажу что срез делается на наружную почку вот она наружная почка это почка которая смотрит наружу то есть на периферию кроны но мы не всегда режем над этой почкой мы можем обрезать на внутреннюю почку которая смотрит да это редко бывает центр кроны вправо и влево тем самым мы управляем ростом побега потому что трогается после обрезки самая верхняя почка и куда она будет направлена туда будет и продолжение роста побега иногда нам надо заполнить пустоту в кроне и изменить направление роста в бок вправо влево и так мы ищем наружную почку и делаем срез над почкой еще хочу вам сказать что секатор надо держать правильно вот мой старый секатор еще советский немножко ремонтировали точили он не меня до сих пор не подводит так вот у него надо режущей часть состоит из двух частей вот это вот широкая такая и острый которая собственно говоря и режет и секатор мы держим режущей стороной вот так ветки а вторая часть упорная вот так вот они наоборот тогда средств получается и ровнее и ближе к веточке так и что такое еще перевод роста очень часто встречается в комментариях видео но не все знают перевод роста это когда надо нам изменить кардинально направление роста побега например вот здесь вот посмотрите вот побег начал расти вверх мне не нужно чтобы он так рос поэтому я его обрезаю вот так вот и перевожу рост ветки вот на этот побег где применяется такой прием во-первых на косточковых не всегда косточковые можно обрезать укорачивание побега чаще всего именно переводом роста почему потому что там своеобразная закладка цветочных и ростовых почек увижу например некоторых пород сортов вишен можно делать укорачивание ветви только переводом роста потому что у них одиночные такие почки или они ростовые или цветочные если вы обрежете ветку о косточковых надо цветочными почками и ростовой не будет это просто можно засохнуть как в конце концов расти она не будет еще когда делается перевод роста вот я вам покажу вот на этой яблони был сделан перевод роста то есть центральный проводник был удален и срез сделан над веткой скелетной боковой веткой идущий под 40 градусов если бы ветка росла так под 90 градусов у меня здесь было море бы волчков и мне пришлось бы их удалять а так вот видите волчков нет яблони немножко растет высоту вот она чуть-чуть но не с такой силой не с такими темпами как бы она бы росла если бы центральный проводник не был удален она наверное сейчас вон туда был меня стартанула и так как мы обрезаем сами ветки или спиливаем ну во первых пока вот я тут достаю ручку чтобы вам показать как это делается а спилы и срезы в диаметре более трех сантиметров мы обязательно замазываем или препаратом ран нет или садовым варом а больше 10 сантиметров закрашиваем масляной краской и так как же делается срез срез делается на кольцо что такое кольцо это не просто круглый срез в виде кольца и не то чтобы носим на пальцы вот этот наплыв вот он на ветках это и есть кольцо такой вот наплыв сейчас я сфокусирую больше вот такой вот наплыв это есть кольцо и в зависимости от того как растет ветка под каким углом это тоже меняет вид среза то есть его немножко направление вот если ветка растет под углом 45 градусов если мы срежем на кольцо вот так вот то срез получается очень длинный вот такой вот диаметр большой а нам надо сделать минимальный срез как мы срезаем здесь есть такой прием мысленно мы думаем или проводим такой вот срез как бы срезали ветку чтобы был был минимальный диаметр среза вот он это вот на кольцо это минимальный теперь это вот этот угол мы делим пополам вот она бисектриса угла вспоминаем геометрию и вот по этой линии вот так мы обрезаем нашу ветку что получается при такой обрезке очень большой пенек вот он такой при такой обрезке очень большой диаметр среза а вот это вот золотая серединка срез получается и не такой большой и пенек небольшой если ветка растет под углом 90 градусов вот то мы смело обрезаем не задумываясь на кольцо вот так мы делаем срез можно отступить от кольца два-три но не более пяти миллиметров такие срезы хорошо зарастают руптуются и у нас не будет заболеваний на ветке вот еще вариант когда нам надо развилка допустим у нас два совершенно разных побега ствола конкурента как сделать сделать срез здесь или тут уже спил будет кольцо где-то вот тут у нас находится но никак по кольцу мы не сделаем вот если спилить вот так вот смотрите какая огромная площадь среза получается если мы срежем спилим перпендикулярно то получается огромнейший сучок который не зарастет что мы сделаем мы тоже срезаем вот так с небольшим наклоном практически то же самое делим вот этот угол пополам и вот так вот сделаем спил он получается не очень большой и пенечек получается небольшой вот еще хороший пример когда острый угол вот посмотрите вот оно кольцо немножечко не хочет у меня фокус наводиться вот оно кольцо мысленно спил самый маленький вот так и делим пополам то есть у нас где-то вот так вот будет проходить спил вот здесь вот как раз посмотрите я меняла направление ветки то есть она у меня росла вот так вот я удалила перевела рост ветки на боковой ветвь вот у меня все тут заросывалась а росло и вот ветка вот так изменила свое направление вот пожалуй все что я хотела вам сегодня рассказать показать будьте внимательны обрезайте ветки правильные главное не надо делать обрезку все-таки осенью если вы делаете осенью обрезку обрезайте вот так черновая обрезка или спиливание с большим большим сучком а весной вы делаете практически вторую работу уже на чистовую удаляйте ваши ветки потому что только при плюсовой погоде ветки хорошо зарастают да инструмент пила должна быть все таки специальная она режет очень ровно нет никаких отмочали в ней коры на спилах еще вот такой момент немножечко я упустила если вы спиливаете большую ветку даже толще вот такую вот подпиливаете сначала с одной стороны потом пилите с другой тогда у вас не будет задиров коры светка упадет и не обдерет кору вас получится идеальный срез но если у вас нет специальной пилы вы пилите обычной то фаску снимаете то есть вот так немножечко обрезаете под углом 45 градусов кору у среза тогда это тоже способствует лучшему образованию колюса вот такой вот сегодня сюжет надеюсь вы его посмотрите и будете обрезать ваше деревья правильно пока мои друзья